Ну и хочу в самом начале вам сказать, что в моей группе ВКонтакте начался очередной конкурс на ключ от игры в Steam, так что переходите по ссылочке, которую я оставлю под видео или кликайте по аннотации на экране и принимайте участие, может быть в этот раз вам повезет. Ну а теперь давайте будем переходить к новостям. Здравствуйте мои дорогие друзья, сегодня я вам расскажу все самые свежие новости гик индустрии, которые произошли за прошедшую неделю. Так что усаживайтесь поудобнее и давайте приступим к просмотру. Студия InXile во главе с Брайаном Фарга анонсировала выход Vasteland 3 компьютерной игры в жанре тактической командной RPG. Разработчики обещают несколько нововведений по сравнению с предыдущей частью, в их числе синхронный и асинхронный мультиплеер, который позволит игрокам, находящимся в разных частях игрового мира влиять на положение дел. На смену старым диалогам придет система веток. Также у игрока под контролем будет собственная база рейнджеров, которую он сможет развивать по мере прохождения. В сети также появилось много новых фотографий со съемочной площадки фильма «Человек-паук. Возвращение домой». На первой подборке фотографий, а также видео, можно видеть, как Человек-паук бегает по улице, после чего притаивается возле одной из машин. На второй же подборке мы видим Питера Паркера с каким-то чемоданчиком. Далее идет фото автомобиля с номером Старк-13, что говорит о том, что данный кейс был получен от Тони Старка. А вот далее идут уже фотографии из Квинса в Нью-Йорке, на которых, по всей видимости, происходит репетиция, а впоследствии и проходит сама съемка той сцены, которую отрабатывали, но уже в костюме Человека-паука. Ну и переходим к следующей новости. Канал CW выпустил кадры из предстоящего второго эпизода «Парадокс» из третьего сезона телесериала «Флэш», в котором возвращается Джей Гаррик, роль которого исполняет актер Джон Уэсли Шип. Вполне возможно, что мы увидим команду, состоящую сразу из трех «Флэшей» – Кит Флэш, Джей Гаррик и, конечно же, сам Барри Аллен. Премьера же второго эпизода «Флэша» состоится 12 октября 2016 года. Портал Вайрити сообщает, что актер Уилсон Дьюк присоединяется к актерскому составу предстоящего фильма «Черная пантера». Ему предстоит исполнить роль злодея по имени Эмбаку, также известного под псевдонимом «Человек-обезьяна». «Человек-обезьяна» впервые появился в комиксе под названием «Мстители номер 62» от марта 1969 года. Эмбаку родился в Ваканде, Африка. Он был одним из самых великих воинов Ваканды, уступая только лишь Черной пантере. Премьера фильма «Черная пантера» состоится 15 февраля 2018 года. Идем далее. В сети появились кадры из третьего эпизода «Посмотри в мои глаза» третьего сезона телесериала «Готэм». В «Готэм» прибывает гипнотизер по имени Джервис Тэтч, известный как «Безумный шляпник», роль которого исполнит актер Бенедикт Сэмуэль. Тэтч обращается за помощью к Джиму Гордону в поисках его пропавшей сестры Алисы. В это время пингвин принимает серьезное решение, а двойник Брюса вызывает проблемы для будущего темного рыцаря. Кстати, все это мы можем наблюдать уже сейчас, так как премьера третьего эпизода была назначена именно на сегодня. Еще одна новость от CW, так как канал выпустил партию официальных промо-кадров из второго эпизода «Общество справедливости Америки», второго сезона телесериала «Легенды завтрашнего дня». Кадры предоставляют первый взгляд на команду «Общество справедливости Америки». Команда дебютирует во втором эпизоде, в котором легенды прибывают в оккупированный нацистами Париж. Команда будет состоять из «Командора Стали», «Лисицы», «Доктора Миднайта», «Старгёрл», «Оксидиана» и «Часовщика». Также хочу вам сообщить, что в сети появился первый трейлер фильма «Пираты Карибского моря. Мертвецы не рассказывают сказки», пятой части серии про пиратов, который вы также сможете посмотреть в моей группе ВКонтакте, так что переходите и наслаждайтесь просмотром. Ну на сегодня это все новости гик индустрии за прошедшую неделю и поэтому я буду заканчивать. А кому понравилось видео, не забывайте поделиться им со своими друзьями и поставить под ним лайк. Ну на этом все, до скорой встречи мои дорогие друзья, пока! Субтитры подогнал «Симон»!